Вот уже более 20 лет Итальянская компания Oikos разрабатывает и производит декоративные покрытия И сегодня водорастворимые краски Oikos известны в 50 странах мира, в том числе и в России Все материалы Oikos производятся из экологически чистого сырья на основе натуральных компонентов Имеют исключительно водную основу и не содержат химических растворителей Поэтому материалы Oikos безопасны для окружающей среды и для здоровья работающих с ними людей И также безопасны они для тех, кто впоследствии будет пользоваться этими помещениями Вся гамма выпускаемой продукции подразделяется на три направления Декоративные материалы экстра-класса для внутренних работ Top Decorative Line Акриловые краски для внутренней отделки Interior Acrylic Paint И декоративные материалы экстра-класса для внешних работ Top Exterior Line Схема нанесения материала на объеме Схема работы на стене с декоративными красками Oikos существенно отличается от обычных малярных работ Наносить материал следует без остановки, от угла до угла, обрабатывая за один подход всю поверхность стены Причем работа ведется небольшими фрагментами размером около 1 квадратного метра Границы каждого фрагмента должны быть размыты и не иметь четких геометрических форм Время для нанесения и обработки краски на каждый квадратный метр индивидуально Оно определяется свойствами покрытия, а также температуры и влажности в помещении Для предотвращения образования стыков рекомендуется обрабатывать поверхность вдвоем В этом случае один мастер наносит материал на поверхность, а другой создает декоративный эффект Помочь владеть искусством работы с декоративными материалами сможет предлагаемый вашему вниманию обучающий видеокурс В нем мы подробно расскажем о декоративных красках фирмы Oikos, а также продемонстрируем технологию их нанесения Рафаэлла Декор Стука Рафаэлла Декор Стука – это венецианская штукатурка фирмы Oikos Идеально подходящая для имитации отделки под мрамор Покрытие имеет изысковую основу, обладает свойствами паропроницаемости, при этом предотвращает образование плесени и бактерий Рафаэлла Декор Стука – это натуральный продукт, в котором отсутствуют синтетические компоненты Продукт не имеет запаха, не токсичен, не вреден для человека и окружающей среды Для внесения Рафаэлла Декор Стука поверхность готовится как под покраску И для обеспечения хорошей адгезии обязательно грунтуется составом праймер Грунтовку можно производить с помощью валика или кисти Степень разбавления грунтовки праймер зависит от обрабатываемой поверхности Для новой поверхности разбавление составляет 75% Для уже окрашенной стены – 50% А для поверхности с очень хорошей впитываемостью, например, гипсовой шпаклевки, разбавление составляет 100% Через 6 часов после грунтования можно приступать к нанесению материала Рафаэлла Декор Стука Его следует наносить в три слоя, пользуясь при этом специальными шпателями из нержавеющей стали фирмы Ойкос Первым слоем стены выравниваются с помощью Рафаэлла Декор Стука В зависимости от желаемого эффекта наносить материал можно гладко, практически без рисунка Или с небольшой фактуры, придавая ей вид прожилок Обратите внимание на характер движения шпателя мастера Движения должны быть нерезкими, плавными, как бы формирующими рисунок Материал очень пластичен, поэтому работать с ним легко и приятно До полного высыхания следует подождать 6-8 часов Обратите, пожалуйста, внимание, что после высыхания материал светлеет Поэтому следует ориентироваться на цвет готового, уже высохшего материала На втором слое наносить материал аккуратно, небольшими мазками Добиваясь практически гладкой, но не полированной поверхности Мазки следует наносить внахлёст, без промежутков, полностью перекрывая поверхность Обратите, пожалуйста, внимание, что каждый раз мастер ставит шпатель под другим углом Как бы создавая эффект мрамора Добавляйте внахлёст, без промежутков, полностью перекрывая поверхность Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После нанесения отделочного слоя мы сразу же переходим к полировке поверхности. Полировку следует производить чистым шпателем, аккуратными приглаживающими движениями. В зависимости от интенсивности рисунка можно получить матовый, полуматовый и глянцевые эффекты конечной отделки. Состав Рафаэла Декорстука готов к употреблению. Расход материала в зависимости от подложки и желаемого эффекта составляет 1 кг на 1,1-1,7 м2. Для придания водоотталкивающих свойств и возможности мыть поверхность, через 7 дней после нанесения декоративного покрытия рекомендуется нанести специальный воск Чера Пер Рафаэлла фирмы Ойкос. Наносится воск ветошью мелкими круговыми движениями. В зависимости от специфики помещения можно наносить от 1 до 4 слоев воска, причем каждый последующий слой наносится спустя 1 час. При работе на большом объеме рекомендуется наносить воск в перчатках. Обратите внимание, что там, где уже положен воск, поверхность значительно темнеет. Это очень удобно. Для мастера это служит индикатором обработанной поверхности. Колировочная карта Рафаэла Декор Стука составляет 80 оттенков. Рафаэла Декор Стука Мадре Перлата Рафаэла Мадре Перлата – это венецианская штукатурка фирмы Ойкос, идеально подходящая для имитации отделки под мрамор с перламутровым эффектом. Покрытие имеет известковую основу, обладает свойствами паропроницаемости, при этом предотвращает образование плесени и бактерий. Рафаэла Мадре Перлата Рафаэла Мадре Перлата – это натуральный продукт, в котором отсутствуют синтетические компоненты. Не имеет запаха, не токсичен, безопасен для человека и окружающей среды. Для нанесения Рафаэла Мадре Перлата поверхность готовится как под покраску, а для обеспечения хорошей адгезии обязательно грунтуется составом праймер. Через 6 часов можно приступать к нанесению материала Рафаэла. Первый и второй слой наносятся так же, как в классической венецианке Рафаэла Декор Стука. Отличительной особенностью является состав Рафаэла Мадре Перлата, который наносится третьим слоем. На отделочном, финишном слое мы используем Рафаэла Мадре Перлата, как указано в световой карте. Наносить состав следует пятнами с расстоянием между ними, тогда будет получаться неоднородность отделки. Затем следует приступить к полному выравниванию, заглаживая и при необходимости полируя поверхность. При работе с Рафаэлом Мадре Перлата важно следить за равномерностью нанесения материала по всей поверхности. Обратите, пожалуйста, внимание, что мазки кладутся внахлёст. Таким образом мы получаем желаемый мраморный рисунок, рисунок прожилок. В работе с этим составом очень важно следить за чистотой инструмента. Подсохшую краску нужно немедленно удалять, а вязкий материал можно сбрасывать обратно в банку. При необходимости можно заполировать поверхность. Но чаще всего Рафаэлла Мадре Перлата используются в матовом варианте отделки. Поверхность с Рафаэллом Мадре Перлата должна быть практически гладкой, без какой-либо фактуры. Состав готов к употреблению. Расход материала составляет 1 кг на 10 м2. Колировочная карта Рафаэлла Мадре Перлата составляет 36 оттенков. Для придания водоотталкивающих свойств и возможности мыть поверхность, через 7 дней после нанесения декоративного покрытия рекомендуется нанести специальный воск Чера Перлата Рафаэлла фирмы Ойкос. Наносится воск ветошью, мелкими круговыми движениями. В зависимости от специфики помещения, можно наносить от 1 до 4 слоев воска, причем каждый последующий слой наносится спустя 1 час. Кочо Антико и Кочо Чементу Кочо Антико и Кочо Чементу – это натуральная штукатурка на известковой основе с терракотовыми или цементными крупинками. Применение этого материала гарантирует максимальную паропроницаемость стены, естественное распространение влаги и защищает от образования плесени и бактерий. Крупинки терракоты или цемента, которые являются отличительным ингредиентом, делают помещение визуально более теплым, подчеркивая выбранный цвет. При этом достигается эффект под натуральный камень. Цементные или терракотовые гранулы, входящие в состав штукатурки, создают особый эффект, идеальный для самых современных архитектурных идей. Представлена широкая гамма как теплых, так и холодных цветов. Колировочная карта Кочо Антико и Кочо Чементу составляет 42 оттенка. Технология нанесения Кочо Антико и Кочо Чементу – одна и та же. Поверхность готовится как под покраску, а для обеспечения хорошей адгезии грунтуется составом праймер. Первым слоем мастер выравнивает поверхность, нанося соответствующее количество материала и стараясь при этом не раздропить крупинки терракоты. При нанесении Кочо можно оставлять прожилки или наносить состав практически гладко, без какой-либо фактуры. Нанесение Кочо Антико и Кочо Чемента нужно делать аккуратными, бережными движениями, чтобы ни в коем случае не раздропить крупинки терракоты и цемента. До полного высыхания первого слоя следует подождать 6-8 часов. Нанесение второго слоя При нанесении второго слоя следует распределить Кочо Антико или Чемента на участке, где будет проводиться отделка. И сразу же после этого приступить к дроблению частичек терракоты, которые имеются на поверхности после нанесения первого слоя. Одновременно следует снимать шпателем остатки свежего покрытия, возникающие после второго слоя. Очень важно регулировать силу нажима на шпатель по всей поверхности, так как это напрямую влияет на количество раздробленных гранул и, соответственно, оттенок материала. До полного высыхания следует подождать 6-8 часов. После двух слоев Кочо Антико можно нанести третий отделочный слой. Как правило, делается он для достижения глянцевого эффекта. В этом случае мы наносим состав Рафаэла Декор Стука соответствующего цвета. Нанесение можно сопровождать одновременной полировкой поверхности. Обращаем ваше внимание, что Рафаэла Декор Стука должно быть положено очень тоненьким равномерным слоем. Обратите внимание на движение шпателя мастера. Мазки ставятся под разными углами и имитируют отделку под натуральный камень. После нанесения третьего отделочного слоя поверхность должна быть идеально ровной. Полировку поверхности следует производить сразу же и только чистым шпателем, обращая особое внимание на силу нажима на инструмент. В зависимости от интенсивности финишного слоя можно получить матовый, сатинированный или глянцевый эффект. Полировка производится разнонаправленными, плавными движениями. Для достижения особенного глянца можно использовать ветошь. Через неделю для водоотталкивающего эффекта поверхность можно обработать восковым покрытием череперрофаэла. Состав кочо-антико и кочо-чементо как нельзя лучше подходит для создания отделки под натуральный камень. Расход кочо-антико и чементо составляет 1 килограмм на 0,6-0,8 метра квадратных. Атта-чем-то Атта-чем-то паропроницаемое покрытие для стен, которое благодаря своему составу, включающему акриловые смолы водной дисперсии и специальные металлизированные пигменты, позволяет добиваться особенных декоративных эффектов и имитирует обивку из натуральных тканей. Подобный эффект прекрасно вписывается как в классические, так и в современные интерьеры. В качестве подложки под Атта-чем-то используется акриловая краска Суперкалор, гармонирующая с ним по цвету в соответствии с рекомендациями, содержащимися в карте цвета. Технология Ойкос рекомендует три вида нанесения этого материала. Эффект антиковилюта. На ровную поверхность наносится валиком со средним ворсом два слоя Суперкалора соответствующего цвета, разведенного водой на 40%. После высыхания подложки, шесть часов спустя, с помощью шпателя Инокс фирмы Ойкос тонким слоем наносится Атта-чем-то, таким образом, чтобы укрыть обрабатываемую поверхность. После этого с помощью разглаживающих, разнонаправленных движений, мастер создает рисунок. В зависимости от метража и желаемого эффекта можно создавать разные по характеру рисунки. Как правило, крупные выразительные эффекты используются на больших объемах, а мелкие ювелирные работы на небольших декоративных поверхностях. Главная особенность этого материала это оптический и частично тактильный эффект натурального бархата, мягкие тона, игра света и тени. Таким образом, создается неповторимый декоративный эффект и ощущение роскоши. Особое значение здесь приобретает освещение. Эффект империале На ровную прогрунтованную стену наносится валиком со средним ворсом два слоя суперкалора соответствующего цвета. Через 6 часов валиком с коротким ворсом наносится два слоя аточента. Аточента при этом разводится водой на 50%, а между нанесением слоев проходит не менее 4-6 часов. Затем с помощью крупного тампона наносится разведенная на 70-80% краска суперкалор того же цвета, что и цвет подложки. Наносить суперкалор следует аккуратно, следя за равномерностью и плотностью рисунка на поверхности. Обратите внимание на движение мастера. Рисунок должен получиться равномерным по всей поверхности. При работе с тампоном инструмент следует слегка поворачивать, чтобы рисунок был более разнообразным. Сочетание перламутровой и матовой поверхности дает эффект, присущий стилю ампир, эффект империали. Эффект дамаска имеет специфический декоративный рисунок, имитирующий набивную ткань. Поверхность под эффект дамаска готовится так же, как под империали. Затем с помощью морской губки наносится разведенный на 70-100% водой суперкалор соответствующего цвета. Перед нанесением суперкалора на стену следует сделать пробные отпечатки. Наносить суперкалор следует аккуратно, следя за равномерностью и плотностью рисунка на поверхности. При работе с морской губкой инструмент следует слегка поворачивать, чтобы рисунок был более разнообразным. Субтитры создавал DimaTorzok расход материала составляет порядка 1 литра на 7-8 квадратных метров в зависимости от желаемого эффекта. Колировочная карта от Ачента составляет 50 оттенков. Мультидекор Мультидекор – это акриловая, водно-дисперсионная краска с широким спектром декоративных эффектов. Выпускается в двух вариантах – перламутровом и глянцевом. Цветовое решение может быть как монохромным, так и к лидоскопичным, в случае, когда цвет наносится на цвет. Благодаря своему составу, это покрытие помимо особого декоративного эффекта может использоваться во влажных помещениях. Мультидекор отлично моется и при этом препятствует образованию плесени. Не имеет запаха, не горит, безвреден для человека и окружающей среды. Особенностью данного материала является внешняя простота некоторых техник нанесения, позволяющая пробовать свои силы и начинающим малярам. Тем не менее, чтобы получить красивый рисунок на большой площади, очень важно иметь опыт работы. Перед применением мультидекора необходимо выровнять и прогрунтовать поверхность соответствующим грунтом. А после высыхания грунтовки нанести два слоя подложки основного цвета. В качестве подложки, как правило, используется акриловая краска мультифунт фирмы Ойкос. После шестичасового высыхания можно начинать декоративную отделку с помощью мультидекора. Мультидекор дает возможность получать уникальное по цвету и индивидуальное по исполнению покрытие, используя при этом всего лишь один материал, поскольку наносить его можно шпателем, тампоном, губкой, краскопультом, перчаткой, кистью и шпателем под дерево. При этом достигаются самые разнообразные декоративные эффекты, применимые для отделки помещения как в современном, так и в классическом стиле. Мультидекор спаталата Спаталата – это эффект, полученный нанесением специальным пластиковым шпателем. После подготовки поверхности валиком или кистью наносим мультидекор, разведенный на 10% водой. Раномерно распределяем материал по поверхности около 1 квадратного метра за один раз. Затем обрабатываем поверхность специальным шпателем Ойкос. Продолжаем наносить мультидекор, стараясь не попадать кистью на уже обработанную поверхность, и так до покрытия всей поверхности стены. После полного высыхания через 6-8 часов возможно нанесение другого оттенка мультидекора. Для получения полихромного эффекта следует повторить процедуру нанесения. Шпатель Ойкос имеет 5 рабочих граней. Выбирая ту или иную грань, мы можем варьировать размер рисунка в зависимости от объема помещения. Мультидекор тампоната Техника нанесения тампона После подготовки поверхности наносим мультидекор, разведенный на 5-10% водой или неразведенный, кистью или валиком равномерно на поверхность площадью около 1 квадратного метра. Затем обрабатываем поверхность тампоном Ойкос. Продолжая наносить мультидекор, избегая попадания на уже обработанную поверхность. Повторяя эту процедуру на отдельных маленьких участках по 1 квадратному метру, мы завершаем обработку всей поверхности. На больших поверхностях рекомендуется использовать специальный тампон на деревянной основе. Эффект спуньята Техника нанесения морской губкой После подготовки поверхности необходимо вылить нужное количество мультидекора, разведенного на 20% водой, на деревянную дощечку и смочить в этом растворе морскую губку Ойкос. Наносить на стену промокательными движениями, тампонируя поверхность, пропитанной краской губкой. Повторять операцию до покрытия всей поверхности. Возможно нанесение второго и третьего цвета мультидекора. При этом можно не ждать высыхания предыдущего слоя. Очень важно следить за рономерностью рисунка. В случаях нарушения рисунка его можно вот таким образом восстановить. Эффект гуантата Эффект облачности или техника нанесения перчаткой. При выполнении этого эффекта используется неразбавленная краска. Мультидекор наносится равномерно кистью на поверхность площади около одного квадратного метра. В зависимости от выбранных оттенков мультидекора и подложки можно получить игру более или менее контрастных цветов. С помощью перчатки фирмы Ойкос поверхность обрабатывается для получения неоднородного цвета с более темными и светлыми отливами. В зависимости от манеры нанесения и характера мазков можно варьировать характер рисунка. Выбранный цвет мультидекора, цвет подложки и тип обработки поверхности определяют конечный декоративный эффект. Эффект линьята Эффект линьята Эффект поверхности дерева После подготовки поверхности наносится мультидекор разбавленный на 5-10% валиком или кистью для получения однородной поверхности. Эффект дерева достигается использованием специального резинового шпателя фирмы Ойкос на свеженанесенную краску. Движение делается сверху вниз с покачиваниями кисти руки для получения эффекта прожилок дерева и сучков. Эффект пенелата Эффект следов кисти После подготовки поверхности наносится неразбавленный мультидекор с помощью валика или кисти на поверхность с площадью около 1 квадратного метра. Затем кистью выбранного размера следует пройтись по поверхности легкими движениями для получения на поверхности следов кисти. Продолжить обработку поверхности участка и малой площади до завершения отделки всей стены. После высыхания через 6-8 часов возможно нанесение другого цвета мультидекора с повторением процедуры. Это делается для получения эффекта многоцветности. При работе с мультидекором следует учесть, что материал на поверхности подсыхает достаточно быстро. Поэтому, чтобы удачно стыковать фрагменты, рекомендуется работать вдвоем. В этом случае один мастер наносит материал на поверхность стены, а второй сразу же делает рисунок. Для замедления процесса высыхания мультидекора можно предварительно увлажнить поверхность мультифунда водой, используя влажный валик, большую поролоновую губку или пульверизатор. Увлажнять нужно в меру и не допускать подтеков воды, так как они могут быть видны в рисунке. Сразу после увлажнения наносить мультидекор, не дожидаясь высыхания подложки. Состав мультидекора готов к нанесению или разбавляется в зависимости от желаемого эффекта. Расход мультидекора составляет 1 литр на 5-8 метров квадратных. Колировочная карта мультидекора составляет 56 оттенков. Невада и Гранада Невада фирмы Ойкос это престижное декоративное покрытие с эффектом позолоты, предназначенное для изысканных интерьеров. Благодаря своей формуле и использованию особых пигментов материал создает на стенах декоративный эффект в виде переливающихся перламутром легких родноцветных полос. Невада это моющийся, водоотталкивающий, паропроницаемый материал, препятствующий образованию плесени. Предназначен для отделки коттеджей, квартир и офисов, в которых необходимо воссоздать уникальные и редкие по красоте интерьеры. Простота нанесения материала Невада позволяет осуществлять любые переделки и исправления, не оставляя на поверхности видимых стыков и погрешностей. Гранада Для создания матового эффекта фирма Ойкос разработала покрытие гранада, которое, в отличие от Невады, не имеет в своем составе перламутрового наполнителя. Технология нанесения материалов Невада и Гранада идентична. На выровненную поверхность стены нанести один слой специального фиксирующего состава Неофикс или Крилюк с фирмой Ойкос. Дать просохнуть в течение 4-6 часов. Затем нанести валиком или кистью один или два слоя фонда Муралис с фирмой Ойкос в качестве грунта. Фонда Муралис используют для придания стене исключительно белого цвета и для обеспечения необходимой шероховатости. И снова дать просохнуть в течение 6-8 часов. Затем с помощью специальной испанской кисти нанести, перекрещивая мазки, Неваду фирмы Ойкос. Нанесение производить аккуратно, разнонаправленными приглаживающими движениями. Важно следить за равномерностью слоя на всей поверхности. Через 10-30 минут шпателем из нержавеющей стали фирмы Ойкос обработать поверхность. Движения шпателя должны быть крестообразными, с легким нажатием на инструмент, как бы разглаживая материал, но не снимая его. В зависимости от выбранного эффекта, расход Невады и Граната может составить от 3 до 7 квадратных метров на 1 литр материала. Колировочная карта покрытия Невада и Граната составляет по 60 оттенков. Креус Креус представляет собой фактурную штукатурку на основе специальных акриловых смол водной дисперсии. Благодаря такому составу Креус сочетает такие качества, как легкость нанесений, пластичность, устойчивость к истиранию, паропроницаемость, возможность мытья и способность к созданию неограниченного количества декоративных эффектов. Расход материала составляет 3-4 квадратных метра на 1 литр продукта. Колировочная карта Креуса составляет 70 оттенков. О природе этого материала говорит само его название. Он открывает неограниченные возможности для творчества, позволяя сочетать отделочные эффекты с различными материалами, используемыми для финишной отделки. Перед нанесением Креуса поверхность, подготовленной под покраску стены, обрабатывается составом праймер, разведенным от 50 до 100% водой. После высыхания, через 6 часов, наносится в один слой Креус, неразведенный или разведенный водой на 5%. Наносить Креус на поверхность можно шпателем, валиком, а на небольшие объемы – кистью. Важно следить за равномерностью нанесения материала, так как от этого будет зависеть однородность и высота фактуры. Затем, до его высыхания, с помощью различных инструментов фирмы Ойкос создается фактура поверхности. Компания Ойкос рекомендует 8 видов обработки поверхности с помощью различных инструментов. Эффект Драпе Эффект Драпе выполняется металлическим или пластиковым шпателем с легким нажимом, не продавливая, а лишь направляя материал. Круговыми движениями придается фактура драпированной ткани, причем рисунок можно варьировать в зависимости от характера движения. Эффект Фил Пазе Эффект Фил Пазе выполняется пластиковой щеткой или риги, как бы прочесывающими движениями сверху вниз. При этом нет необходимости вести одну непрерывную полосу на всю высоту стены можно делать незаметные подхваты. Этот эффект исключение из правил нанесения декоративных материалов на объем, так как он выполняется вертикальными полосами. Рекомендуемая ширина полос это ширина валика, не более. На больших объемах рекомендуется работать вдвоем. эффект мили-реги выполняется с помощью специальной щетки разнонаправленными движениями, следя за длиной взмахов и характером рисунка на всей поверхности. Это динамичный эффект выгодно смотрится в больших помещениях. Эффект гофрата Эффект гофрата выполняется морской губкой произвольными движениями в зависимости от желаемого рисунка. Движения можно делать прямые или закругленные, но важно следить за тем, чтобы длина взмахов и размер рисунка был одинаковой на всей поверхности. Гофрата Гофрата это очень живописный эффект, имитирующий фактуру ткани с рисунком. Эффект ламе Эффект ламе выполняется специальным пластиковым шпателем Ойкос. В зависимости от выбранной грани можно варьировать размер рисунка. Короткими движениями внахлёст перераспределяем материал по поверхности, не снимая его, а лишь укладывая в рисунок напоминающий чешую. Обратите внимание, что мастер держит шпатель под небольшим углом к обрабатываемой поверхности. Эффект пятината Пятината это кистевой эффект, выполняемый с помощью специальной плоской кисти фирмы Ойкос. Движения можно делать прямые или закруглённые, но важно следить за тем, чтобы длина взмахов и размер рисунка был одинаковой на всей поверхности. Эффект кине выполняется специальным тампоном Ойкос, создающим на поверхности креуса фактуру сжатой ткани. При выполнении этого эффекта желательно следить за равномерностью рисунка и слегка поворачивать кисть руки. Рисунок выполняется плотным, большим количеством движений, чтобы достичь однородной фактурной поверхности. Этот, один из самых несложных в исполнении эффектов, может быть с успехом освоен даже начинающими мастерами. В зависимости от объема, в pleine certeza, специального тампона Ойкос можно использовать тампон на деревянной основе. В зависимости от задуманного эффекта, после высыхания материала Креос, поверх могут наноситься другие декоративные материалы, например, Веллдекор, Палас, Мультидекор или Ультрасатен. Травертина Романа. Травертина Романа – это специальная декоративная штукатурка для внутренних работ на основе известкового молочка с наполнителем из отборных мраморных гранул. Материал однородный, пастообразный, легок нанесений. Травертина придает стене классический вид старинного камня травертин. Такая отделка удовлетворяет требованиям и классического дизайна и подходит для декорирования современных помещений. В зависимости от желаемого эффекта, с помощью материала Травертина Романа можно имитировать разнообразные фактурные поверхности – известняк, старинную штукатурку, различные виды каменной кладки. Преимущество Травертина Романа и в том, что состав достаточно укрывист и медленно подсыхает, что дает возможность реставрации и переделок. Нанесение Травертина производится на выровненную и прогрунтованную составом бланкор поверхность. Следует растянуть Травертина по поверхности с помощью металлического шпателя Инокс от Ойкос, оставляя толщину слоя приблизительно 1,5-2 мм. После заполнения поверхности следует приступить к формированию специальных углублений на поверхности нанесенного материала. Для этого следует использовать щетку Мели Риги, производство компании Ойкос. Углубление формируется хаотичным образом в зависимости от желаемого эффекта. Как только материал начнет подсыхать, необходимо пройтись поверх металлическим шпателем, сглаживая и уплотняя рисунок. При этом на поверхности должны остаться и ровные участки, и углубления, имитирующие камень Травертина. Движения шпателя при этом должны быть мягкими и разнонаправленными. Чтобы создать эффект соединения между блоками, имитируя каменную кладку, следует поставить зарубки на поверхности Травертина Романа с помощью маленького металлического шпателя или отвертки для получения формы блоков желаемого размера. Для получения ровной кромки блока нужно использовать границу деревянной планки в качестве направляющей. После этого оставить высыхать в течение 24 часов до нанесения финишного отделочного слоя Травертина Романа Финитура. Форма и размер блоков могут быть произвольными. Для получения эффекта камня Травертина с цветной отделкой, следует нанести кистью 1 см. Травертина Романа Финитура не колерованного и не разбавленного водой, следя за тем, чтобы материал заполнял только плоскую часть поверхности, не заходя при этом на участки с углублениями. До высыхания первого слоя следует подождать 4 часа. Затем заколеровать Травертина Романа Финитура, размешав 100 мл тонера в одном литре материала. Нанести второй слой заколерованного материала Травертина Романа Финитура, разбавленного на 50% питьевой водой, заполняя при этом всю площадь поверхности. Затем заколеровать Травертина Романа Финитура, разбавленного на 50% питьевой водой, заполняя при этом на участке. Затем заколеровать Травертина Романа Финитура, разбавленного на 50% питьевой водой, заполняя при этом на участке. За счет разной впитываемости гладких плоскостей и участков с углублениями, мы получаем имитацию камня Травертина. Расход Травертина Романа составляет 2 кг на 1 квадратный метр. Колеровочная карта Травертина Романа составляет 8 оттенков. Декорсил. Декорсил – это отделочный материал экстра-класса для внешних и внутренних работ. Это водоотталкивающее паропроницаемое покрытие с высокой устойчивостью к химическому и механическому воздействию, благодаря составу на основе силоксановых смол и минеральных наполнителей различной зернистости. Состав обеспечивает исключительную внешнюю непроницаемость и устойчивость к воздействию атмосферных факторов, оставляя неизменной проницаемость для внутренних испарений основания, устойчивость к истиранию и мытью. Кроме того, состав является стойким в действию кислот и циклов замораживания-размораживания. Очень высокая герметичность состава позволяет Декорсилу поддерживать стену всегда в сухом состоянии, обеспечивая тем самым оптимальные гигиенические условия. В зависимости от зернистости наполнителя Декорсил имеет четыре разновидности – Декорсил Рома, Ферензе, Венеция и Болонья. Для нанесения Декорсила используются самые разнообразные инструменты, но самыми традиционными из них являются валик и шпатель фирмы Ойкос. Колировочная карта материала Декорсил составляет 320 цветов по цветовой шкале ТОП Экстериор Лай. За 12 часов до нанесения Декорсила хорошо очищенную и высушенную поверхность обрабатывают специальной грунтовкой Декорсил Праймер, для предупреждения высылок. Декорсил Ферензе Декорсил Ферензе – это водоотталкивающее паропроницаемое покрытие с высокой стойкостью, с кварцевыми частицами максимальной зернистости 0,3 мм. Декорсил Ферензе имеет три способа нанесения. На поверхность стены Декорсил можно наносить валиком, шпателем или кистью в зависимости от объемов обрабатываемой поверхности. Декорсил Ферензе Эффект драпе выполняется с помощью металлического шпателя. При выполнении этого эффекта работает вся площадка шпателя. Эффект следует производить с легким нажимом, не продавливая, а лишь направляя материал. Круговыми движениями шпателя придается фактура резаного камня. Причем рисунок можно варьировать в зависимости от характера движений. Эффект Антико представляет собой имитацию старинной стены. При создании этого эффекта следует нанести два слоя Декорсил Ферензе с интервалом в 6 часов. Работа производится плоской кистью с короткой щетиной, как бы перекрещивая мазки. При нанесении обоих слоев следует разбавить состав на 5% питьевой водой. Эффект бучата. Эффект апельсиновой корки. Нанести только один слой Декорсил Ферензе с помощью кисти, шпателя или валика, а затем раскатать специальным губчатым валиком средней зернистости до получения желаемого эффекта. При создании эффекта бучата Декорсил Ферензе не разводится. Музыка 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 Эластронг Эластронг – это эластичная, упругая матовая штукатурка для внешних и внутренних работ, которая благодаря акриловым эластомерам водной дисперсии не позволяет образовываться трещинам на новой поверхности. Материал Эластронг имеет три разновидности – Эластронг Пейнтгам, Эластронг Риалта Венеция и Эластронг Риалта. Калировочная карта материала Эластронг составляет 320 цветов по цветовой шкале ТОП Экстериор Лайн. Эластронг Риалта Венеция – это пластаэластичный, среднезернистый декоративный материал, создающий эффект обработки шпателем. Изделия на базе акриловых эластомерных смол водной дисперсии, просеянных частиц песка и мраморных гранул, с добавлениями синтетических волокон, придающих повышенную эластичность. Нанесение материала производится на очищенную поверхность. Перед нанесением поверхность необходимо пропитать средством бланкор, служащим одновременно грунтом. Эластронг Риалта Венеция наносится с помощью стального шпателя равномерно в один слой. Толщина слоя определяется величиной гранул, содержащихся в материале. После нанесения с помощью того же шпателя круговыми движениями следует разгладить нанесенный слой. Материал Эластронг Риалта Венеция создает фактурную поверхность, имитирующую старинную штукатурку. Разработчики материала делали акцент на его прочность и устойчивость к различным внешним воздействиям. Расход Эластронга Риалта Венеция составляет 1 литр на 1 квадратный метр. Велл Декор Велл Декор – это селоксановая полукроющая краска, предназначенная для внешних и внутренних работ. Применение Велл Декора позволяет воспроизвести старинные способы обработки штукатурки и античной техники и достичь действительно высокого эстетического эффекта. Применение этой техники гарантирует паропроницаемость и защиту поверхности от неблагоприятных воздействий атмосферы. Колировочная карта Велл Декора составляет 80 цветов. Велл Декор является финишным покрытием для Декорсил Рома, Декорсил Ферензе, Архитал, которые в данном случае служат в качестве подложек. Велл Декор поставляется в готовом для нанесения виде. Для нанесения Велл Декора используют кисть и пролоновую губку. Велл Декор наносится на увлажненную водой поверхность. Для создания эффекта старины и неравномерности окраски Велл Декор наносят пятнами, а затем обрабатывают губкой или рукавицей фирмы Ойкос. Таким образом мы можем получить облачный декоративный эффект. Для того, чтобы подчеркнуть фактуру Декорсила Ферензе, мы используем специальный металлический шпатель фирмы Ойкос. Излишки Велл Декора снимаются с помощью металлического шпателя движениями на сдир. То есть металлический шпатель держится под углом практически 90 градусов к поверхности. Движение на сдир позволяет нам проявить фактуру подложки, в данном случае материала Декорсила Ферензе. Расход Велл Декора составляет около 1 литра на 15-20 квадратных метров. Мы показали лишь основные, так называемые стандартные, способы нанесения декоративных материалов Ойкос. Но возможности материалов Ойкос поистине безграничны. Теперь, зная основы работы с декоративными покрытиями Ойкос, вы сможете воплотить свои идеи в красоту готовых интерьеров. А я от имени компании Ойкос благодарю вас за оказанное внимание и приглашаю к сотрудничеству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok